Дорогие друзья, как вы думаете где мы находимся? Мы находимся в Анталии и продолжаем наше путешествие по городу. Сейчас мы находимся в порту и в скором времени отправимся на морском автобусе в Кемер. А сейчас что мы делаем? Конечно же пьем чай. Все предыдущие видео смотрите по ссылкам в описании. И конечно же, кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Спасибо большое. Чай. Очень маленькая чашечка, очень маленькая. Мне бы таких 4 из кружки. А сейчас я вам покажу вид, который открывается на набережную и на порт Анталии. Ну и конечно же, на старый город. Когда мы вернемся, мы пойдем вот по той стороне уже опять в центр города, когда вернемся из Кемера. И вот по этой лесенке мы спускаемся сейчас на набережную, в порт. Прогуляемся там и пойдем вот на наши лодочки, которые идут в Кемер. Жарко. Очень жарко. Градусов 30. На солнце точно есть. Очень прям, прям жарко. Середина октября, друзья. А здесь есть вот такой вот пляж, небольшой, но очень похож на пляж около крепости Алани. Кале пляж в Гебедиме. Да, на пляж. Крепости Алани, вот по той лесенке можно подняться, спуститься и купаться. Очень классно. Очень много народа, туристов. Очень много туристов из Кореи, кстати. Отсюда также отходят прогулочные яхты. Вокруг Анталии мы никогда не ездили. А если вы ездили, обязательно напишите в комментариях, куда ходят прогулочные яхты. А также здесь есть вот такой вот лифт и смотровая площадка. И раньше он не работал. Сейчас мы узнаем, сколько стоит проезд и как часто, до скольки этот лифт вообще работает, чтобы проехать от набережной до верфи. На морской автобус мы не попали, но стоим вот в такую длинную очередь на лифте. Минут 5, наверное, стоим. Недолго, в общем, стоим и сейчас поедем на самый верх. Лифт вроде бы бесплатный. Расписание морского автобуса на зиму из Анталии в 10 и в 4 и обратно в 11.30 и в 17.30 каждый день с 1 ноября по 31 марта. А вот здесь еще такой дедушка делает брелки, брелки, ручной работы из кожи в виде башмачков. Лифт приехал, народ выходит. С той стороны выходит. А с этой стороны мы будем заходить. Вместимость этого лифта 13 человек и тысяча килограмм. Лифт бесплатный. Поднимаемся на самый верх. Вот такой вот быстрый подъем на лифте и приехали мы на самый верх, на смотровую площадку. И вот такой вот вид открывается на всю набережную Анталии. Конечно же, вы можете подняться пешком. Вот там вот есть лесенка. Вы можете подняться вот там вот и пройти до сюда. Вот морские автобусы, на которых мы не сможем поехать, потому что нам не хватило билетов. Надо приходить заранее покупать. При себе иметь паспорт обязательно. И тогда вы сможете оправиться в сторону Кумер. Ну, в этот раз у нас не получилось. Возможно, получится следующий трамвай. А еще у Анталии есть вот такой вот ностальгический трамвай. 2,75 стоит проезд. И мы просто на него сели. Пора катиться. Платить можно, кстати, по карточке и в трамвае и монетку. Ходит вот такой вот желтенький трамвайчик. А мы едем на Голубеньком. И по этой же дороге ходят лошади. Если вы хотите увидеть город, и у вас мало времени, обязательно садитесь на трамвай. В любом городе мы это практикуем. В Анталии мы еще не катались на таком трамвае. Но если мы едем куда-нибудь за границу, мы всегда садимся. И от одного конца города до другого конца едем на вот таком вот трамвае. Айхан, насыл трамвай к зельмой. Мы здесь ходили, да? Да. Вот так вот выглядит пульт управления вагона вожатого. Старый-старый трамвай. Интересно, как он тормозит. Система тормозов ручная. Очень много народу на улице. А мы уже подъезжаем к улице Шарамполь, на которой и будем выходить. Вот так вот выглядит этот трамвай, ностальгический трамвайчик. И мы уже пришли опять на улицу Шарамполь и идем в сторону нашей гостиницы, потому что устали. Дети бегают и гаяют все сырые. В воскресенье вечер. Здесь очень много народу, просто не пройти, не проехать, как говорится. Ну, конечно же, здесь можно покушать. Вот такие классные здесь дядечки-повара. Мясные или куриные. И они постоянно все нам говорят hello. Айхан, вот так hello делала. Hello, я банджи. Сегодня Айхана приняли за иностранца, кстати, тоже. А вот так вот делают кебаб. Вкусный турец. Слушайте, там так жарко. Бедный мужчина, как он работает. Очень жарко. Там температура градусов 80. Это куриный, а вот это мясной. Стоит 50 грамм. Здесь и по имени ностальгического трамвая. В Анталии ходят вот такие современные трамваи. И очень много народу. Вечер, воскресенье, все гуляют. Мы уже приближаемся к нашему отелю. Идем сейчас отдыхать. И заканчиваем на это наше видео, в котором мы не попали в Кемер на морском автобусе. Очень жаль, конечно, но значит, в следующий раз в следующем видео вы увидите, возможно, шоппинг. Шоппинг. Шоппинг, да. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч.